Итак, как освоять программиста быстро полгода-год? Подход довольно нетипичный в изучении Python, но именно поэтому я решил вам написать. Я покажу три среза людей. Здравствуйте, ребята! Один человек начинает учиться, один, то есть, будем говорить так, у него есть кое-какие знания, один с нуля, а второй уже начинает писать добротный код. Итак, это пока не читать, сейчас мы посмотрим, что мы будем делать с новичком. Сначала прочитаем. Я не хочу, чтобы получилось так. История парня. Проучившихся, было получено на курсах 4 месяца, написал на курс такие вещи. YouTube, ВКонтакте, Трекер, ну помните, как Гальцев говорил, и там пошел, что они только не научились там петь. Я в какой-то момент понял, что сам ничего не могу написать, и не понимаю даже элементарных вещей. Сдавал, копировал, заработал, но понял одно, ничего не научился. Курсы я скрыл, курсы очень крутые, но куда им до нас с вами, ребят? Они там просто штампуют, ну и здорово. Ну это их дело. Ребят, можно было сделать так. Вот есть три парня, да, один парень, в принципе, что-то знает. Второй, ну даже Пайтон не мог установить. Ну и третий я потом покажу, который пишет, уже старается писать хороший код. Можно было сказать, ребят, сейчас все круто мы с вами, сейчас набомбим. И пошли по порядку. И в результате всем бы стало скучно, никто бы ничему не научился, мы бы достигли именно этого результата. Итак, давайте посмотрим, что я сделал с новичком. Пришлось мне, конечно, немножко поплеваться. Почему? Потому что я спросил, какая система у парня. Он сказал Windows, но ожидать больше ничего не надо. Я ему рассказал, что когда он станет программистом, то ему встанут доступны прекрасные такие вещи, как Vim, IMAX и система Linux. Но сейчас я ему не рекомендую переходить, потому что запутается. Мне пришлось написать несколько уроков для этого парня лично. Я добился цели, каких целей? Мы с ним установили Python. Мы с ним установили виртуальное окружение, установили простенькую VS кода. И в принципе, давайте посмотрим, какие задания я считаю основными в данном случае. И что будем делать в следующей шахте интереснее, правда? Итак, вот это все бла-бла-бла нам не подходит. Нам надо, чтобы человек что сделал. Ну, давайте думать. По сути дела, я хотел сначала, чтобы он установил Python. Я ему показал, как активировать, установить его, активировать виртуальное окружение. Рассказал, что это такое. И рассказал, как ID. Получилось видео 4 штуки на часа 2. Учитывая, что я многое позабывал. 13 лет последний раз скрывал Windows. Первое задание, которое я ему даю, кроме программирования, это разобраться с Мракдаулом. Второе задание. Бекусы науру. Вы скажете, зачем? Сейчас не надо. Понадобится через полгода. Но пусть сейчас учит. Потому что это надо. Почему? Потому что... Потому что, чтобы понять, как устроена функция в любом языке. А мы будем с разными работать. Он должен эту разметку знать. Не потом учить и смотреть, как, значит, на новые ворота. Вы поняли, да? Вопрос, который я ему задал. Два простых вопроса. Первый. Я ему сказал просто писать функции. Не надо ему сейчас пока ничего. Просто пописать код. И узнать, что такое переменное. А вот теперь догадайтесь, какой будет мой следующий шаг. Вы что думаете? Я сейчас пойду... Вы не забыли, что можно вот так вот учиться, да? Вы что думаете? Я сейчас пойду рассказывать ему про типы данных. Это будет самой большой глупостью. Пойдет он, как миленький, сам устанавливает ноды JS. И начнет работать с C++. С чем? С переменной. Мне надо, чтобы он вытянул, откуда ноги растут с переменной. И что-то понял. И потом это все сделал в трех языках. Нам нафиг не нужны сейчас ни типа ничего. Нам просто надо понять, что эти три языка работают по принципу C. Со вторым парнем я просто дал задание. Записал подробное видео. Минут на 40. И сказал, вот мы с вами будем работать с четырьмя конструкциями. Примерно 400 вопросов, 7000 строк кода. Учитывая то, что он просил, то есть автоматизация. То есть будем в этом направлении работать. Так как я ему объяснил, что важный момент, чтобы вы работали именно с теми библиотеками, с которыми вы уже работали или собираетесь работать. А вот еще парень, но здесь мы учимся уже писать добротный код. Говнокод мы научились писать, теперь давайте добротный. То есть, что значит, а вот сразу вопрос. Так что такое тип, вы говорите? Это что-то типа там, где можно что-то сохранить? Либо скобочек-кавычек? Или это типа так, типа не надо? Процентов 98 программистов не знают, что такое тип. Гарантированно. Ну да ладно, это не так важно. Копировали код и будем копировать, правда? Это все и так круто, да. Но, по крайней мере, на этот код уже можно смотреть, уже без слез, по крайней мере. И, когда я у него спросил, а когда будем учиться, то писать хороший код потом? Потом это когда? Книги табу. Открывай профессиональный код Рассел Кейта Маги. Вот тебе инструкция, как его писать. Других инструкций просто нет. Дело пошло. Итак, у нас есть три человека. Один пишет практически, да. Заметьте, классы мы еще не проходили. Я небольшой специалист таких курсов, да, где мы там уже написали бла-бла-бла, да. А потом ничего не можем написать. Мы топчемся на функциях. Мы месяц долбили объект. Месяц долбили. Разница в чем между им и ребятами? А он-то понимает, вот что, смотрите. Америку открываю. Когда вы говорите, допустим, объект, это слово влетело, вылетело, никакой тебе ответственности, ничего не понятно. А теперь перенеситесь вот на это транспортное средство, да. Это абсолютно то же самое. Говорите, велосипед, миленький, ну поехали. Ну ты же механическое транспортное средство. А вот этот парень понял, что надо, оказывается, залезть и крутить педали. Только он теперь это в языке понял. Понимаете разницу? То есть тип, кто-то, типы данных, у вас отложила скобочки, кавычки, ну все вот с этой оперы. В чем же вопрос? А к типу-то надо прийти, чтобы получить какой-то осмысленный код, да, осмысленный, до классов. Потому что на классах нам надо сосредоточиться на других вещах. Нам пришлось месяц, раз вопрос, два вопрос, три вопроса, месяц добить объекта. Но наконец-то мы там с объекта действительно вымучили этот тип. Начали видеть этот тип. И поехали на этом велосипеде. Во как! Все, все эти ребята, точно, у них будет одно и то же что. Мы будем мучить вот эти четыре конструкции. Вот такими вопросами, да, четыре тысячи вопросов, четыреста вопросов, плюс-минус сто, ну что нам, семьсот строк-кода напишем, семь тысяч строк-кода напишем. Только разными путями. И все мы придем в первую очередь к типу, моменту начала писать осознанно. Тогда вопрос, да что ж, Болсоновский, получается, эта система неверная? Верная, ребят, только она для профессионала. Здесь написано, передача информации от профи к профи. Здесь считается, что я уже программист, прекрасно понимаю несколько языков, просто читаю и... А вот когда мы тип даем новичкам, опа-на, и получили. Опа-на! И последнее. Что отличает этих ребят от других ребят? Они вот здесь сказали себе стоп. Это я буду понимать. Я буду читать это как книгу. Я не буду бежать от этого. Вот этот момент является ключевым. То есть, они сразу решили учиться то, чтобы не произошло вот этого. Когда мы там накопировали кода, а что и как это работает, не можем понять. Кто решил записаться, ссылка в описании, индивидуально выбираете план, начинаем работать. Спасибо.